Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, начало первого в Москве вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наша гостья, наш эксперт. Да, друзья, мы сегодня будем моложе и красивее. У нас в гостях международный эксперт по фейс-фитнесу, естественным способом сохранения молодости лица, автор методик умный фейс-фитнес, iLifeFaceFitness, учредитель Международной Академии Фейс-фитнеса Алена Рассашинская, Алена вновь, здравствуйте. Привет, Алена. Рада вас видеть. Взаимно, очень рады. Кто пропустил наш предыдущий, так скажем, программу, у нас уже некий цикл получается, нужно рассказать, что вы придумали, ну, так скажем, собрали такую систему упражнений, чтобы без всяких инъекций, хирургических вмешательств, женщины были и мужчины молодые и красивые. Да. Да. И вот мы даже показывали некоторые упражнения сегодня тоже. Повторим, это я ввожу в курс дела нашу аудиторию. Смотрите, Алена, но ещё что любопытно. Вы нам в прошлый раз сказали, что, оказывается, с помощью мимики своей можно влиять на настроение, вообще своё состояние душевное. Абсолютно верно. Давайте с этого начнём. Как можно изменить настроение? Смотрите, если мы посмотрим на наше лицо без кожи, мы увидим, там огромное количество структур. Все они очень интересные, замечательные, все они играют большую роль для нашей молодости. Но нас интересуют мимические мышцы. Для чего они нужны? Мимические мышцы, они нужны не только для того, чтобы туда есть, туда дышать, пить, целоваться и разговаривать. Они нужны нам для того, чтобы мы могли общаться и коммуницировать с окружающими людьми. Правда ведь? Ну да. Ведь если бы не наша мимика, мы бы вообще не понимали, что вокруг нас происходит. Люди не понимали, чего нам нужно, что мы хотим. Мы бы не понимали, почему реальность так на нас реагирует. И вот эта мимика, она дана нам при рождении. И это очень интересно от того, какие мышцы задействованы в выражении тех или иных эмоций, как это влияет на наше настроение. Наверняка многие из вас слышали, а может быть даже практиковали такую интересную практику, если тебе плохо или у тебя плохое настроение, улыбайся сто раз через силу. Ну возможно, кто-то из вас. Да, хоть как-нибудь, хоть специально улыбайся сто раз. И каждый раз, когда на тренингах я спрашиваю или просто у знакомых, пробовали ли вы эту практику, что чувствуется после этого? Кто пробовал? Не пробовали? Ну бывает, что я пробовала от обратного, было плохое настроение, было, но ты через усилия расслабляешься. Мозг чувствует какой-то импульс. Что-то в этом есть, да. Абсолютно верно. Когда ты начинаешь улыбаться даже через силу, у тебя включаются определенные мышцы. Мышцы, которые показывают хорошее настроение. Это большая, малая скуловая мышца, и там еще группа мышц других способствует этим вещам. Что мозг понимает? Может, за очень просто устроен. Есть одна программа точки А, точки Б, а есть обратная программа точки Б к точке А. Если у человека хорошее настроение, он счастлив или влюблен, какое у него лицо? Расслаблено. Он улыбается. Из мозга идет сигнал, лицо улыбается. А тут обратно. Представляете, женский пример. Купила я новую сумочку. Что у нас будет? У нас будет улыбка до ушей, гореть глаза. Или влюбилась. Или мужчина, может быть, съел вкусный кусок мяса. Что будет с лицом? Человек, который находится в хорошем счастливом состоянии, он будет улыбаться, у него будут блестеть глаза. Это будет всегда. Если у человека плохое настроение, он находится в стрессе, что-то случилось, что происходит с лицом чаще всего? Ну, да, зажимается. Хмурится, да. Хмурится, межбровная морщина. И самые частые еще две штуки, которые делает лицо визуально на 8-10 лет старше, это вот это поджатие губ. И сжатие челюсти. И сразу лицо становится недовольным, напряженным, злым. И мы этого человека воспринимаем сразу отталкивающим и более старым. Так вот, если у человека есть привычка стискивать зубы, даже чуть-чуть поджимать губы или немножко хмуриться, его мозг постоянно получает сигнал к тому, что у него постоянно плохое настроение, циклится, да, цикл, 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 цикл. И человек не понимает, почему такое. Поэтому у нас в фейс-фитнесе очень ключевыми являются упражнения на расслабление межбровной зоны, да, на всяческую. Помните, с монеткой на осознанном управлении мимикой мы делали энергетический ботокс, да, когда у нас межбровка не двигалась. Упражнения с пробочкой, когда мы расслабляем губы. Упражнения на растяжку, расслабление жевательных мышц для того, чтобы не было этого стиснутого лица, зажатого, старого и... Злого. Злого, отрицательного. И мы всегда переключаем наше выражение лица на улыбку. Потому что даже если вы просто механически начинаете улыбаться, даже если вы делаете... Ну да, без души, ну то есть насильно отчасти. Да, даже если вы делаете это насильно или делаете так называемую американскую улыбку, да, у вас все равно мозг будет получать сигнал о том, что раз мышцы, которые ответственны за улыбку, а значит за позитивное состояние, находятся в работе, так значит нужно улучшить настроение. Это как машину с толкача заводить. О! Да, то или со стартера, или расталкиваешь, и она потом поехала. Абсолютно верно. Понятно, хорошо. Все понял. То есть через силу, это мы можем тоже уже такую рекомендацию дать, что если у вас плохое настроение, вы начнете улыбаться как упражнение. Да, и делать наше любимое упражнение «Улыбка солнцу». Это мягкие массажные, очень поверхностные движения, которые перепрограммируют наше сознание. Видите, скуловые мышцы, которые участвуют в улыбке, они находятся вот здесь, в таком направлении находятся. И когда мы делаем такое маленькое движение, вроде бы казалось и незаметное, мозг все равно получает очень позитивные реакции. И вот эта практика, она помогает улучшать настроение. То есть это факт, что настроение улучшается? Факт. Это вот прям 100%. Это факт. Мало того, на тренинге по осознанной управлению мимикой, который я считаю своим ключевым, я считаю его даже более крутым, чем вакуумная гимнастика банками, чем фейс-фитнес, чем другие практики, которым я учу физически. Потому что осознанное управление мимикой помогает вам осознать, почему ваше лицо 24 часа в сутки живя, выражая те или иные эмоции. Найти корень проблемы сразу. Да, потому что ты можешь тренироваться, делать фейс-фитнес, делать банки, все, отлично, это круто. Но ты живешь 24 часа в сутки, даже ночью ты испытываешь эмоции. А плюс еще они имеют свойство накапливаться. Выражение лица-то прирастает с возрастом. Поэтому фейс-фитнес с фейс-фитнесом, это все круто, замечательно. Банки, это ура. А осознанное управление мимикой, это ключ к тому, как ты выглядишь в течение дня. Слушайте, а если медитировать, Алена, вот так вот расслабляться, наверное, будет все хорошо с лицом, как вы скажете? Безусловно, медитацию я считаю нереально полезной, но однажды, знаете, я вам расскажу секрет. Давайте, мы это любим. Однажды я была на большом мероприятии по йоге, потому что я когда-то очень сильно увлекалась этими практиками. И была медитация, все сидят на берегу, все пытаются. Дышат, правильно. И тут я открываю глаза и понимаю, с какими лицами все пытаются расслабиться. Люди в таком сильном напряжении пытались расслабиться. То есть у нас бывает из-за того, что мы живем в таком сильном ритме, быстром ритме, мы не чувствуем наше лицо. Я с этим сталкиваюсь на тренингах очень часто. Оно же маленькое, оно же нежное. И что прикольно, если бы мы чувствовали нашу мимику, у нас же бы не было морщин, правда? Мы бы просто не морщили лоб, или не щурили глаза, или не поджимали эти пресловутые губы. Чувствительность, ее нужно развивать. Кто-то к нам только присоединился, у нас приходят вопросы в WhatsApp. Друзья, мы говорим сегодня о фейс-фитнесе. Это такая система упражнений, которая помогает нам и расслабиться, и быть молодыми, и красивыми. То есть такая гимнастика для лица своего рода, правильно я говорю? И она влияет и на наше психоэмоциональное состояние в том числе. У нас в гостях как раз сегодня эксперт Алена Рассашинская. Небольшая пауза впереди, и мы продолжим. Вы задавайте свои вопросы. 909-928-189, в WhatsApp, Viber, SMS. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие дамы и господа, мы продолжаем. В гостях у нас по-прежнему наш гуру по фейс-фитнесу Алена Рассашинская. Вот, так и нужно представлять, правильно. Алена, давайте продолжим нашу тему, кто к нам только присоединился. За счет упражнений, которые девушки и мужчины делают для молодости, на самом деле можно менять свое настроение, свое сознание, свое мышление. Абсолютно верно. И вот, Ром, расскажи историю, что часто ты как мужчина видишь женщину, у которой нет соответствия. Я как мужчина езжу в метро. Звезды не ездят в метро. А я езжу в метро, и бывает, когда необходимо выйти на какую-нибудь станцию, стоит впереди девушка, может быть, несколько, и надо спросить. Вы выходите, иногда девушки стоят с такими лицами, что долго собираешься спросить или нет. Ну, как-то так думаю, может быть, она о чем-то думает таком серьезном. Строгие злые лица. Квантовую физику сейчас просчитывает в голове. И вот я все-таки спрашиваю, потом она включается, встрепенется и ангельским голосом скажет, да или нет, ну, что-нибудь такое. Она абсолютно меняется, когда вот к ней братишься. То есть несоответствие выражение лица и внутреннее состояние. Поэтому с такими девушками робеют мужчины знакомиться или просто обходят стороной. Хотя внутри они мягкие и пушистые. Но вот эта маска такая социальная. Кстати, да, абсолютно верно вы заметили. И я как эксперт в области фейс-фитнеса, я, естественно, я общаюсь с экспертами в области других дисциплин. Я очень много общаюсь с психологами, с тренерами по личностному росту, по саморазвитию. То, что помогает человеку расти и стать лучше, правда? Ну да. И что я заметила? Общаясь с тренерами для женщин, которые проводят тренинги в формате «Как выйти замуж?», «Как познакомиться?», «Как наладить свою личную жизнь?» Я столкнулась с тем, что их учат менять выражение лица. Это тот же фейс-фитнес, это та же осознанное управление мимикой. Потому что, действительно, как Роман правильно заметил, девушки не чувствуют, какое выражение лица на них надето. Они считают, что она красотка, а на самом деле у неё зажатое лицо, и любой, этот посыл, зажатые губы, что он, какой сигнал он даёт? Посмотрите на меня. Отвали от меня. Отвали от меня. И вот она с этим выражением лица, считая, что она выглядит красоткой, не чувствуя того, что у неё происходит на лице, подаёт этот сигнал отвали от меня. Ну, естественно, все потенциальные женихи. Слушайте, мне надо далеко ходить. Мне неоднократно на работе подходили и говорят, «Лиза, а что случилось? Что это такое строгое и хмурое?» «Мне кажется, я сияю, а я, оказывается, хмурюсь. Я не знала». Да, мы это не чувствуем. А ещё мозг умеет играть с нами в очень интересные игры. Как женщина обычно смотрит на себя в зеркало. Подошла спинку, выпрямила, улыбнулась. А селфи как делают? Ой, ну вообще. Опа, сверху, да, чтобы покрасивее. Я ещё ни разу не видела, чтобы хоть одна девушка селфи сделала снизу. У меня лучший ракурс снизу. Честно. Я на тренингах обычно даю задание, возьмите телефон, положите его на колени, включите селфи и сфотографируйтесь. Ну понятно, чтобы узнали, да? Все пугаются. На самом деле, действительно, мы запоминаем себя, вот эту красивую картинку в зеркале, которую мы выстроили, нашу рабочую позу. Обратите внимание, даже фотографии, все, которые мы размещаем в сетях, они будут, как обычно, в одном и том же ракурсе, с одним и тем же выражением лица. Правда? Ну да, уже известным для тебя. Да. И тут абсолютно мозг запомнил нас такой. А вот эти все хмурости, поджатые губы и зубы, они не ощущаются. Мы считаем, что мы красотки, а все люди видят. Кого? Они видят сигнал отвали. А еще вот эти зажатые губы несут очень интересный посыл. Кроме того, что девушка отправляет лесом всех потенциальных женихов, она, например, если это мать, и у нее есть привычка сжимать губы, знаете, как дети... Сжимать челюсть, да? Челюсти и губы. Знаете, как дети маленькие на это реагируют? Как? Это я уже общалась с детскими психологами, мне было очень интересно их мнение. Ребенок, видя маму в таком напряжении, он не понимает, что происходит. И он считает, что он в чем-то виноват. Да и папу. И папу, и маму. То есть, что маленький ребенок понимает? Мама напряженная, у нее зажатые губы, я что-то сделал не так, а значит, в ребенке уже воспитывается неосознанное чувство вины. А потом, когда ребенок вырастает, мы начинаем с психологами, с терапевтами разгребать вот эти детские вещи. Мама должна улыбаться. И папа. И папа должна улыбаться. С чего начать, значит, нам улыбаться, расслабляться, правильно? Давайте сделаем хотя бы улыбку солнцу. Кто у нас сейчас слушает, не смотрит, мы... Как описать правильно? Разглаживаем. 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 Щеки. Щеки. От угол. И улыбаемся. Смотрите, мы как будто рисуем такую улыбку от центра губ к вискам. Мы как будто собираемся сниматься в фильме «Команду», и нам нужен камуфляж. И еле прикасаемся к лицу, да? То есть не сильно нажимаем. Да, как перышко. Легкие-легкие прикосновения. И уже вам становится полегче. Можно делать сколько угодно раз в день. Кстати, есть такой пример из моей личной практики. У меня есть прекрасная ученица, взрослая девушка, ей за 60. Мы больше года занимаемся индивидуально. У нее такие интересные были преображения на лице. Я расскажу ее, она мне периодически пишет и говорит, что у нее меняется. Человеку за 60, и она занимает руководящую должность. Она руководит бизнесом. А там с зажимами, конечно. Там все очень жестко. И она мне говорила, Алена, вы знаете, я последние несколько лет, я никогда не фотографировалась. Я даже не могла на себя в зеркало смотреть. Теперь, занимаясь фейс-фитнесом и осознанным управлением мимикой, мало того, что я стала фоткаться постоянно, я себе нравлюсь в зеркале, меня все видят и говорят, а что с вами случилось, вы так похорошели, вы так помолодели. А самое главное, что она сказала, вот я на работе, у меня там ситуация какая-то стрессовая. И вместо того, чтобы по привычке вести себя как железная леди, я иду в туалет и делаю 100 улыбок солнцу. Ой, класс. Я закрываюсь, я делаю эту практику. То есть совсем другой механизм действия. Да, выдыхаю, выхожу и уже чувствую все совершенно по-другому. Ну что, друзья, у нас небольшая пауза, мы сейчас прервемся. Вы можете Алене задавать свои вопросы. Напомню, у нас эксперт по фейс-фитнесу Алена Рассашинская в гостях. 999-928-189-9, в WhatsApp, Viber, SMS пишите. Мы скоро вернемся к вам. Эксперт по фейс-фитнесу Алена Рассашинская у нас в гостях. Наш подопечный Роман Шахов сейчас получит процедуру. Я бы сказал, фитнес-модель все-таки. Фитнес-модель. Фейс-фитнес-модель, да. Итак, друзья, кто нас слушает, кто смотрит, потому что понятно, кто слушает, сейчас Алена будет проводить массаж банками на Романе. Банки очень красивые, очень такого приятного цвета, друзья. Давайте посмотрим, что со мной произойдет. Ален, что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем вакуумную гимнастику банками, и мы прорабатываем лоб Романа специальным образом, для того, чтобы усилить кровообращение и разгладить ему морщинки. Так, Алена делает массаж. Мы намазали Рому специальным маслом, чтобы все скользило. Вы только не переборщите, потому что если я пойду кино на 18+, упустят ли меня после этого? Мы, по-моему, говорили о Микки Маусах. Алена разглаживает специальными движениями такими. Что важно? Все-таки обучаться надо у специалиста. Самому этому делать не нужно. Мы еще расскажем вам о книгах специальных. Алена, правильно я говорю? Потому что синяки будут. И синяки. Чуть-чуть бочком. Роман, прокомментируйте, пожалуйста, ваше ощущение. Насколько сильное воздействие? А нам сейчас Роман расскажет. Роман. Но скорее очень приятное. То есть это... Ну, я не знаю, сколько это в ньютонах. Вот. Но просто комфортно. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ой, у меня уже улучшается настроение. Не смейтесь, Рома. Кажется просто, что воздействие очень сильное. Потому что Алена банкой водит Роме по лицу. Специально такой вакуумной банкой. Вот. И кажется, что воздействие сильное. А я так понимаю, ощущение весьма на самом деле. Можно целый день так стоять. Очень комфортно. Ну, то есть воздействие такое неглубокое. Алена, смотрите, что мы сейчас делаем? Улучшаем кровообращение? Что? В чем секрет? Мы делаем сейчас лифтинговый массаж. Лифтинговый массаж. Самый легенький. Ну-ка, Ромочка, покажитесь, пожалуйста, бочком. Вот смотрите, у него с одной стороны сейчас носогубка меньше, чем с другой. Когда меня спросят дома, что мне делали на работе, чем я занимался, скажут, ну, конечно, лифтинговый массаж. Фейс массаж. Фейс фитусом. Так, теперь, Ром, пожалуйста, стесните зубы несколько раз. Взяли депутатскую банку. Это очень большая для депутатского лица. Шесть раз открываем, закрываем рот. Знаете, эту банку депутатскую еще никто не обзывал. Это банка для физической активности, для выполнения упражнений. Я объясню. У Алены на столе несколько банок с маленьким горлышком, с большим и самым широким. И Роман, когда увидел эту банку, он сказал, ой, это депутатская банка для депутатского лица. Роман, попытайтесь расслабиться и открывать. Видите, как фейс фитнес улучшают настроение? Ведущие плачут. Ой, ладно, простите. Так, Роман продолжает делать массаж такой большой-большой банкой. Ален, смотрите, то есть Рома, половина лица будет молодая, очень, такая, 18 лет. Хорошо, Рома, теперь улыбнитесь, пожалуйста, и сделайте мне шесть хороших улыбок в баночку. Улыбайте шесть раз, раз, два, три, три, пять, шесть, шесть. Да, у нас такой сленг есть. Улыбка в баночку. Как это было по ощущениям? Вам больно, приятно или никак? Приятное ощущение. Приятное ощущение. Так, мы делаем такие легкие элементы. Ален, смотрите, вот то, что вы сейчас делали, как человеку обучиться этому? Это, конечно, нужно делать с тренером, потому что всё, что есть в свободном доступе в сети, разные уроки, видеоуроки, книги. Да, это требует тактильной передачи ощущений, потому что то, как это выглядит, и то, как это ощущается на самом деле, это всегда, это космос, это большая разница. Все люди, которые были... То есть люди могут сильнее делать себе, да? Они могут повредить себе, они могут сделать слишком сильный вакуум, они могут сделать неправильное сокращение, ни в ту сторону повести, ни с той амплитудой банку. И вместо подтянутого лица могут получить растянутый отёк, синяк, и не то, что они хотят получить. Кроме того, баночные... Последствий много. Да, вакуумную гимнастику нужно делать не чаще, одного, двух раз в неделю, не больше, чем 10 минут за сессию, и по рекомендации тренера с учётом индивидуальных особенностей лица. Но всё-таки, если посетить тренинг, самостоятельно обучиться можно. Конечно! Мало того, что эффект сразу получаешь, мы делаем фото до, и после тренинга уже сразу видим. И что это... в чём польза? То есть улучшается кровообращение? Что ещё? Работают какие-то другие мышцы? Конечно! Смысл вакуумной гимнастики банками — это фейс-фитнес в вакууме. То есть мы делаем упражнения из фейс-фитнеса с одновременной постановкой банки, и мышца работает с большей нагрузкой. И мы получаем моментальный эффект лифтинга, который держится сутки. Ну, это же круто! Сутки! Ром, ты помолодел! На одну сторону, да? То есть Ром, мало того, что ему вводят банки в лесу, он ещё должен делать какие-то движения, да? Вы его заставляете улыбаться. Шесть раз. Да, мы делаем. У нас всё по науке. Шесть раз в банку. Мы делали, мы делали. Лесо должно быть расслаблено? Абсолютно расслаблено. И очень важно ни в коем случае банкой не заходить за нежную зону вокруг глаз и никогда не трогать шею, переднюю часть шеи. Это не очень хорошо. Ну, я показываю, конечно, очень лёгкие элементы, не все, которые мы проходим на тренингах. Но, тем не менее, даже такие маленькие элементы, они очень эффективны, очень приятны. И, кстати, почему я люблю вакуумную гимнастику баночками? Это называется «забудь про тоналку», потому что у вас будет всегда хороший цвет лица, и вы можете не маскировать свою кожу. А, то есть это ещё меняет цвет лица. Да, покажите-ка. Ален, банки эти можно приобрести где-то, да? Да, они в аптеках продаются, и мы их выдаём на тренинге, они входят в стоимость. Покажитесь. Ой. Повернитесь ко мне, я тоже на вас хочу посмотреть. Ну, цвет лица изменился, лицо потянулось. А вот, кстати, смотрите, видите, вот здесь и вот здесь. Ох, Роман, ох, Роман, похорошели. Ну что, друзья, мы сделаем сейчас небольшую паузу, передохнём, подумаем, и скоро к вам вернёмся. Сдавайте свои вопросы. У нас такой ликбез сегодня, чтобы красота была естественной, долго держалась. Я вот этот боком встану теперь. Да. Красивый боком. Эффект сколько такой держится? Сутки. Сутки. Ладно, друзья, скоро вернёмся, будьте со страной. Спасибо. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, мы продолжаем. Алёна Рассашинская в гостях у Романа Шахова и Лизы Калинина. Наука и технологии нашей программы. Рома, как у тебя ощущения? Роме, сделали массаж банками. Мне очень хорошо. Я чувствую, как будто у меня лицо как-то вот разгладилось. Вот такое ощущение, что прям, ну, как-то и шире стал я видеть даже. Ой, глаза открылись. Глаза открылись, да. И настроение улучшилось. Настроение прекрасное вообще. Алёна. Расслабление какое-то внутри. Мужская аудитория часто обращается к таким методам? В последнее время намечается прямо активная тенденция. Тенденция намечается. Ну, единственное, что мужчины, они не сильно афишируют свои занятия. Но они активно увлекаются. Мало того, у нас в Париже есть мужчина-тренер Антуан. Антуан, большой привет. Если буду в Париже, обязательно свяжемся. Давайте, ладно, теперь о прекрасном. Где всему можно обучиться, куда идти, куда бежать, где вот эта правильная информация, потому что вы говорили, столько последствий, столько ошибок можно понаделать. Куда пригласим людей? Абсолютно верно. Я, безусловно, приглашаю вас к себе на тренинги. Буду рада видеть, потому что я пропагандирую живое обучение. Живое обучение из рук в руки, где я всё могу проконтролировать, научить и показать, и у вас будет максимальный эффект. Завтра в Москве у меня будет два тренинга. Первый – это умный фейс-фитнес-массаж 3 в 1. Сочетание упражнений для лица с массажными практиками. Помните, Лиза, вы у нас были на этой практике? Этот мастер-класс уже взорвал Лондон. Я была в Лондоне в нём, в Казахстане, в Санкт-Петербурге, в Москве уже был этот тренинг. И сейчас завтра будет проходить. Могу сказать, что это сейчас мой любимчик, потому что я плотно сижу на фейс-фитнес-массаже, потому что он занимает всего 10 минут времени, всего 10 минут. То есть завтра мастер-классы? Да. И завтра будет для всех желающих тренировка, поддерживающая по фейс-фитнесу. Это не обучение, это тренировка вместе со мной в режиме реального времени, плюс тренировка для тех, кто у меня раньше уже проходил обучение по вакуумной гимнастике банками, тоже они могут к нам прийти. То есть смотрите, можно ли прийти на тренировку тому, кто ни разу не делал? Можно. То есть можно сразу обучиться и потренироваться? Нет, можно потренироваться, но все тонкости обучения можно узнать только, конечно же, на тренинге, потому что он идёт почти 5 часов. Тренинг в декабре, 8-го числа. Тренинг 8-го числа, да, декабря. 8-го декабря тоже мы приглашаем. Конечно. То есть завтра где информацию найти, куда идти, куда бежать? Ко мне в Инстаграм в профиль, мои помощники свяжутся, это будет отель «Тройка», я, к сожалению, не москвичка, поэтому я не помню адреса. Алена Рассашинская в Инстаграм, так что, друзья, смотрите, завтра 2 мастер-класса, 8-го декабря тренинг по фейс-фитнесу. Ещё раз, кто к нам только присоединился, это такая методика естественного здоровья лица, без всяких инъекций. Оздоровления, конечно. Оздоровления, да. Есть ещё книги, да? Да. Это металлички. Насколько они эффективны для самостоятельного изучения? Да, смотрите, книжки – это замечательный способ для тех, кто не может прийти на мастер-классы, ознакомиться с философией фейс-фитнеса и попробовать это сделать на себе. Это безопасно? Это достаточно безопасно, потому что в моих книгах собраны наиболее безопасные упражнения. То есть это уже нужно сильно постараться, чтобы сделать что-то не так. Но, безусловно, книга и живое общение – это как бы немного разные, сильно разные форматы. Ну, это даже ощущения. Конечно. Это, например, как попытаться научиться танцевать вальс по книге. Так же мы. Но узнать, что такое философия фейс-фитнеса, как это работает, механику упражнений, заинтересоваться книге – это круто. А те, кто проходил тренинги, для них это вообще как настольная книжка. Это очень здорово. То есть это уже такая помощница просто. Помогательный инструмент. Роман весь блестит. Что еще нам надо знать? Нам, это мужчинам. Вот, например, банки, да? Какие еще? Есть маски, может быть, какие-то? Конечно. Кремы? Мужчины так же, как и женщины, нуждаются в уходе. В гигиеническом. В гигиеническом, конечно. Я записываю, да. И кремы, и уход, и фейс-фитнес правильный, мужской. И красивое выражение лица у мужчины, безусловно, тоже должно присутствовать. Друзья, подписывайтесь в инстаграме на Алену, да, и будет у вас нечеловеческая сила и нечеловеческая красота. Посмотрите на меня. Мне кажется божественным. Смотрите, Алена, если вернуться к нашему разговору про настроение, которое влияет на... Ну, то есть лицо, обратный эффект меняет наше настроение, да? Но, соответственно, и люди, которые от природы более такие легкие, позитивные, у них другие лица. Конечно. Да? Да. Ну, есть же, говорят, генетика. Ну, к 40, по-моему, мы носим те лица, которые заслуживаем. Вот так говорят, да? Я согласна. Да, я согласна. К какому возрасту? К 40 годам примерно? Ну, к 40, у кого-то в 30, а у кого-то уже в 25 начинают намечаться. Я просто почему подумала, у меня такое пришло озарение. Может быть, дело не только в генетике, а реально во внутреннем настрое, который человек вот с детства имел. Конечно. Настрой, поэтому у него такое молодое лицо. Я вообще по поводу генетики, у меня есть собственные теории. Безусловно, генетика играет большую роль. Цвет волос, цвет глаз, телосложения. Цвет кожи. Цвет кожи. Ну, твои мимические привычки, твои внутренние состояния, ну, какая же это генетика? Это же ты, это же твоя душа, это твой жизненный опыт. Это можно изменить. Морщинки, вот те же выражения лица. Твое внутреннее состояние ты можешь изменить, если ты над собой работаешь, если ты действительно развиваешься, хочешь быть лучше, стремишься, достигаешь своих целей, у тебя и лицо будет соответственное. Если ты вечно недоволен, лежишь на диване, обвиняешь всех в своих проблемах, ну, ты имеешь соответствующее лицо, и на тебя также и люди реагируют. Ален, как правильно утро начать, чтобы вот лицо сказало спасибо? Да, все число. Вот человек откинул одеяло, встал с кровати, дальше, ну, как можно какие-то лайфхаки, да. Ну, как минимум в душ сходить рекомендуется. Это все мы знаем, да, ну, не знаю, может быть, умываться холодной ледяной водой, льдом себе протирать не надо? Да, летом-то можно еще холодной, зимой лучше не надо, тут такие бывают разные чувствительные люди, поэтому не будем таких резких рекомендаций давать. Но что вы можете сделать? Вы можете сделать простейшее трехминутное упражнение, которое называется утренняя бодрость, которое, по крайней мере, поможет вам быстро взбодриться, убрать легкую отечность и практически ничего не делать при этом. Сейчас наши утренние ведущие подключились к стране ФМ, как это можно... Что нужно делать? У нас здесь буквально 45 секунд. Вот я за 45 секунд покажу быстро, как можно растереть череп, это, кстати, прекрасные лифтинговые движения, движения идут наверх, быстро растереть уши, быстро растереть затылок, похлопать себе немножечко. По груди, по косточке. По груди очень легко, 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 ты уже взбодрился, тебе уже жарко, и сделать упражнение на осанку. Ох, назад плечики, да? Да, плечи назад, лопатки. В этом упражнении еще желательно встать, но даже можно его и сидя. Сделать главное не прогибаться в пояснице. И вы уже чувствуете, как вы пульсируете, у вас пошла жизненная энергия. Как это еще раз называется? Утренняя бодрость. Утренняя бодрость. Утренняя бодрость. Спасибо за утреннюю бодрость и за, мне кажется, вечную жизнь. Алене Рассашинской, она была в гостях у страны ФМ. Да, Ален, спасибо огромное. Завтра, чтобы все было на ура, мы ждем вас. Ребята, приходили близкие к вам по духу люди, чтобы кто понимает все это дело. Да здравствуй, Фейс Фитнес. Спасибо.